Ну, если про человека и психологию человека в последние дни стали довольно много говорить, даже появились такой специфический предмет для человека знания, про Вселенную тоже говорят, то что касается искусства, в плане психологии, педагогики, ну, не очень произвольно. А учитывая, соответственно, что вообще вот развитие психологии идет по маленьким релеточкам, потому что раньше были просто психологи, и никто не о чем, а психологи ищутся, где потенциально, ну, просто психологи, и по идее мог работать в самых разных сверху деятельности, почему-то теории и практики, да? А теперь, соответственно, все это оказалось, что психология и искусства занимается очень небольшая часть людей, потому что, ну, вроде это не очень престижно, вроде это не дает такую очень большую практику, и поэтому вот есть люди, которые, как правило, имеют какое-то либо пристрастие, какие-то интересные отношения к искусству, либо имеют первое образование, связанное с искусством, они, соответственно, идут к психологии и искусству. При этом, ну, вот мы на нашей школе и довольно много их в последних интервенте все время говорим, что вообще вот психология, крисия, крисия, есть какие-то серьезные проблемы, которые невозможно преодолеть, и при этом, когда мы берем, например, образование, и не только образование, но и образование, прежде всего, то нам говорят, что все это построено на губотстве. И поэтому мне хотелось бы сегодня в этом способе просто порассуждать и посмотреть, что такое психология, искусство, творчество, научно-творчество и губотство. Есть такой исследователь, американец, Сет Чи Аппин, который последние лет 6-8 работает в Олдене, потому что я сказал, что в Америке был огромный менеджер, который в этом году представил очень интересный доклад в прошлом году, извините, на ИСКА. Он взял и посчитал, ну, у нас вообще количество метров еще раз, сколько раз выгодский в своих текстах использует значение «зона ближайшего развития». И сказал, мало, но есть понятия, которые используются много больше. А это что означает? А это значит, что это вообще проходящее понятие для выгодского, и вообще, ну, абсолютно ничего, ни о чем не говорит, и не с ним связано. Если с этой точки зрения посмотреть психологию и искусство, то оказывается в этом смысле, что еще меньше, потому что работа в психологии и искусство есть вот, вышел сейчас, в прошлом году первый том полного собрания сочинения, там есть театральные лицензии, там есть вещи, связанные с театром, которые не очень широко известны. Сейчас второй том, который тоже готовится, будет, тоже будет связан с психологией и искусством. И не хотелось в этом смысле показать, что вообще психология и искусство – это не отдельная образа, это та самая методология, которую мы пытаемся все время искать, и в самых разных сферах вот эта самая наша психологическая деятельность. И так хорошо известно, что самой первой работой Уголского была работа о трагедии «О бабультик-кандидатском», которая была написана в 1915 году, когда он был студентом Народного университета имени Шаневства, и закончена она была датирована даже точно известной датой с 14 февраля по 28 марта 1916 года, когда он студент университет был кончен. Правда, опубликована эта работа с огромными совершенно купюрами, потому что вот сейчас, готовя к публикации, мы нашли больше 100 страниц, которые никогда не были опубликованы, была спустя 52 года, собственно говоря, к приложению к ситуации психологии и искусства. Но, тем не менее, есть некоторые основания, к которым я сейчас хотела бы перейти, которые пытаются, с помощью кадров, можно сказать, что в этой работе можно проследить вот некоторые специфические черты той самой культурно-исторической психологии, которая еще тогда не была в 1916 году, в 1916 году, в 1996 году. Итак, следующее, пожалуйста. Во-первых, в Угонске вы настаёте виболее не единственная психолога, которая реализовалась в своем творчестве идея Маркса, что ключ к анатомии официальной лежит в анатомии Лариха. Он идет не от физиологии и не от анатомии, которую признавал очень значимым, потому если кто не знает, то в последние годы он, Александр Романович, поступили в Харсово-Пухадевский медицинский институт, который он не успел окончить в Северию, потому что умер, собственно говоря. Но изначально, когда у него была возможность поступать в медицинский институт, он отказался поступать и предпочелывается на юридический факультет Московского императорского университета, а не заниматься медициной. А он пытается идти от такого рефлексивного, интеллектуально развитого, вот такой всесторонний, как говорят, гармоничной веществе, каким был представлен Гаммлит. Следующий, пожалуйста. Во-вторых, в работе о Гаммлите он разделяет, у него очень четкое разделение внешних признаков и внутренних механизмов. Это ему дает возможность найти некоторую единицу психики и посмотреть, как происходит развитие и каким образом внутренние механизмы реализуются в поведении и поступке человека. Следующий, пожалуйста. В-третьих, в сети первой работе есть очень много таких оснований, которые, как он говорит позже, являются единицей, собственно говоря, психики. Следующий, пожалуйста. Есть некоторое основание, менее явно еще в предыдущие три фактора, что в этой работе приходит к идее сознания, которые по его мысли, я буду сегодня об этом говорить, и должно быть предметом всей психологической науки. И последнее, собственно говоря, следующее, что Буготский в этой работе предлагает новый метод, потому что по Буготскому особенности той или иной науки отличаются методами, выраженный метод. Он предлагает экспериментальный генетический метод, метод, который в моем мысли позволяет моделировать процессы психического развития. Как мы сейчас сказали, у него просто идет ситуация от развития. И этот метод является, опять, с точки зрения автора культомной исторической теории, очень значимым. Он позволяет, в частности, анализируя поведение разных героев таргетии Шекспира, пытаться найти объяснение и выделять те закономерности, которые, с его точки зрения, происходят в их жизни, и которые представлены в том числе как в художественном произведении, которое будет нам читать. Надо сказать, что, с одной стороны, вроде бы, экспериментальный генетический метод, который сейчас называется проектирующим, сейчас стал очень популярен, но очень часто так бывает, как то, что становится популярным, но это последний гвозд в крышку гроба, что на этом ситуации получилось. И поэтому, мне кажется, что очень значимо все-таки попытаться выделить те особенности экспериментального генетического метода Буготского, которые видим. Первое, ну, например, от формирующего эксперимента того же самого Петра Якоча Гатвина. По мысли Буготского, человек, который принимает участие в экспериментальной генетическом методе, кто его организует, кто его придумывает, кто его инструирует, кто его сопровождает, является точно таким же участником, собственно говоря, вот этого самого процесса. Он не противостоит тем, с кем он эту ситуацию делает, а он является тем же самым процессом, и это, мне кажется, что ситуация очень значимая. Следующая, пожалуйста. Следующая вещь, и тоже, мне кажется, очень-очень значимая, я просилку на нее бросить особое внимание. По Буготскому, это вопрос, каким человек может быть. А любые формирующие вещи и проекты, это каким он должен быть. Вот у нас есть какие-то заданные, заданные вещи, и мы пытаемся формируем, не формируем, все равно получим навык. Шутка. Ну, фу, это психология, я не помню. Начало того, как ситуацию он делает, да? А здесь, каким он может быть. И, наконец, пожалуйста, следующая особенность, которая есть, тоже очень значимая, что это метод исследования, на самом деле, в отличие от проектов, которые должны прийти к каким-то реальным результатам, в котором, в этом смысле, надо ситуацию получить, да? Много раз приходилось сталкиваться и при оппонировании, и при ратизировании с работами, что вот мы берем, там, я не знаю, класс, мы вот сделали, чтобы от себя поставили, это и здесь ситуация экспериментального генетического метода, чем подобные, как и стоит. Это есть некоторый проект, хорошая на колоколах на вопрос другой, но он дает возможность, поскольку этот метод ответит на вопрос, каким образом халерная функция становится, каким образом вам помочь, там, я не знаю, человеку с различного рода трудностями и прочее, прочее, прочее. И так, экспериментальный генетический метод остается во многом той самой латвусовой бумажкой, которая позволяет отделить классическую психологию от психологии не классической, как он назвал, Данил Борис Шельковин, и с легкой руки Данил Борис Шельковин, на западе очень часто психологию Борисовского называют именно не классическую психологию. А что же отличает не классическую психологию? Это тоже, мне кажется, довольно значимый в этом смысле вопрос. Если попытаться проанализировать жизнь творчества Борисовского, то легко увидеть, что он всю жизнь занимался очень разных проблемами. Ну вот, я говорила о трамедии Шекспира Габлетт в этом смысле, да? Когда идет первое место его работы в психологической лаборатории в Беларуси, он начинает делать с чисто экспериментально, объективными методами работы про руку и дыхание Бунина, которые в этом смысле ситуации есть. Тут же он занимается театральными рецептами, тут же он начинает заниматься, как в педтехникуме не было ни колледжей, ни других названий, а вот педтехникум, где сейчас расположен колледжи имени Буковского в Гобеле, с которым он очень дружен, где он есть, каким образом преподавать психологию, чтобы был индивидуальный подход, и чтобы эта самая психология была не от зубов отскакливала, а чтобы она в этом смысле как бы ситуация меняла сознание. Вот все это позволяет говорить о том, что Буковский в своей работе был, следующий, пожалуйста, был, а вот эти три, да, был по позициону. Следующий. Иными словами, работая ли здесь не с ограниченными возможностями, рассматривая взаимосвязь объекта и интеллекта, пытаясь с единомышленниками построить универсальный язык искусства, Буковский одновременно все время находился в двух позициях. И если воспользоваться терминологией фурта Левина, в котором Буковский очень считается, с которым лично встречался, много переписывался и общался, то у нас сказать, что он все время находился в точке во вне по отношению, собственно говоря, вот к разным сторонам действительности. Некоторые доказательства, потому что, я говорю, можно найти в воспоминаниях вдовы Буковского, Русланой Буковский, который рассказывал, что у него лежало много-много разных стопок бумаг, и он писал какие-то вещи здесь, какие-то вещи сюда, какие-то вещи сюда. Этим, кстати, объясняется, что во многих абсолютно разных работах есть одни и те же примеры. Но, например, очень часто детских психологов удивляет, что одни и те же примеры используются в двух вроде абсолютно разных статьях. Статьи про воображение и статьи про волю. То есть, где воображение, а где волю, а к остальному и то же, и по-годскому действительно, воображение играет значительную роль в ситуации в этом самом любом развитии. Следующее. Вот главная идея, собственно говоря, культурно-исторической теории, это натуральные функции, которые становятся высшими функциями. Если мы обращаемся к классической психологии, то надо заниматься высшими психическими функциями и их особенностями. Но я абсолютно солидарна с Андреем Андреевичем Пузыреем, который много занимался творчеством Буковский, который пишет в своей замечательной книжке. Буковский не занимался ни натуральными психическими функциями, ни высшими психическими функциями. Он занимался тем, как происходит процесс превращения натуральной психической функции в высшей психической функции. А находясь в одной позиции, они не имеют двух позиций, соответственно сделать это абсолютно невозможно сказать что вот эту позиционность если принять ее за не будет за предположение заменения за позицию как угодно здесь можно назвать в этом смысле то надо сказать что практика которая не строится она тоже абсолютно иная она не такая то есть нельзя опять почти в дословном цифербургского нельзя по надергам классиков найдем в цитатах классиков что-то такое у нас часто строится такие вещи мы например без конца приходится нужно читать что федеральные государственные образовательные стандарты все построены на богатском ну правильно он давно в земле поэтому в этом смысле операции не что же отвечает практику вот в этой связи если принять этого субъекта стоит 1 момент который отвечает практику это очень важно и мне представляется что это одно из самых главных задач при подготовке педагога потому что педагог должен развиваться и изменяться вместе с теми детьми взрослыми студентами острые идиотами кем угодно чем занимать если он не готов это делать если он готов там я не знаю рассказать какие-то лекции то что он получил свои диссерционные исследования то что он получил связи но это не будет практика второй момент который связан собственно говоря в ситуации этой практике следующие пожалуйста это то что это практика все время статуируется на двух основах две два коротких примера это актуальное развитие зоны ближайшего развития потому что не построишь зоны ближайшего развития не зная актуальный развитие это невозможно и второй момент который есть собственно говоря это когда строится ориентируясь на закономерности на возрастные закономерности но если это не учитывая индивидуальные особенности и возрастные закономерности в этой связи абсолютно в этой связи не получается и третий момент связан с ситуацией вот этой практикой мне кажется что эта практика должна быть глобальной буквально три слова скажем очень часто приходится встречаться и у нас из-за рубежа взяли вот допустимки раздел математику и поменяли мы построили ситуацию по-рубоскому взяли чего-то такое в семье сделали мы это сделали как бы у вас если не обладывать целиком в этот смысл человек опять же напоминаю что у нас на ференции завозить этот человек они не какие-то вещи в этом смысле ситуация абсолютно построить нельзя может потому она так мало и используется потому что это как любили говорить наши старики там мой это не очень диссертабельно это вот на это как бы не верить но с другой стороны не имеем ситуации ввиду не представляете что это сделать невозможно и мне кажется что именно вот эта композиционность которая отличает психологию выводского она обеспечивает непосредственную связь очень серьезно очень фундаментальных теоретических идей и практики не зря вот тот же самый свет черный про который я уже упоминал он всегда пишет что методологии выводского практического на эту часть практическую методологию и хочу привести пример с помощью одного понятия которое опять же с точки зрения того же сетой чаклина тоже является проходящим понятие игры с самого начала значит возникает два закономерных вопроса следующий пожалуйста первый вопрос является ли игра и подход к игре выводского закономерным или важным для того чтобы понять сегодня и если связь между детской игрой игроки для того чтобы отметить на первый вопрос давайте посмотрим чего такое критерий игры полугодскому мне кажется что это очень значительно и значительной степени многое что пошло не так с игру и точно не плачет у нас очень много с игру произошло не очень понимая как бы ситуация того что является воображение стоит воображаемой ситуации это пространство между смысловым и оптическим то есть человек который играет должен одновременно находиться в двух позициях он должен удерживать в этом смысле абсолютно оптическое поле иначе он не может реализовать игру он должен рефлексировать свой замысел и свой замысел реализовать в том что у него есть кубики кубики игрушки игрушки палочки палочки пальцы там руки зеленое тело все что угодно в этой связи в конечном чутье и опять же могу сослаться на цитату гуготского он описывает игру в больницу говорит ребенок пойдет в больницу плачет как пациент и одновременно радуется как игрушки то есть в этом смысле вот эта самая двусубъектность не представляете что она довольно значимая и довольно важна для того чтобы ответить на второй вопрос опять же попытаемся посмотреть он довольно тесно связано со ситуацией первых вопросов если рассматривать игру с позиции гуготского наличие поображаемой ситуации то оказывается что между этими очень разными понятиями а вот в этом самом доме первых вопросов который если там не просто есть театрами это есть качала кролика или я не помню кто еще сейчас просто ли сама том еще другу рога то есть вылезли и остается что вот это вот эти почки разные вроде внешней вещи потому что у нас творческие люди минуток творческих людей с особыми способностями особенно не смотря на то умеет и не умеет играть вот реализуются это поступить реальная ситуация мальчик играет с солдатиками мальчику четыре с половиной года играет с солдатиками говорит о этих солдатиков мама смотрит на эту группу скажи пожалуйста ты вот здесь вот здесь вот здесь вот я их судьба вот для того чтобы их судьба соответственно надо быть соответственно и там и там и в смысле опубликовать или маленькая девочка тоже реальный случай очень строгий он ходит классом силы должны бояться и все остальные дела у нас это очень хорошо было потому что всех наших профессорах мы не боялись когда приходил метр Петра Евгеньевич Николай Николаевич не чай то это уже была совсем какая-то другая ситуация но этот же строгий в этом смысле учитель там на выходных идет в поход или после этого там я не знаю слушает интересует или приносит какие-то записи или там показывает какие-то вещи и вот эта позиция вот эта двойственная позиция она оказывается достаточно значимой достаточно важной более того можно сказать не могу сказать что у меня большая статистика есть что те кто соответственно не играл в детскую группу тех с самыми способностями достаточно вещи хватит и в качестве примера могу рассказать с одной стороны вещь которую я очень люблю а второе чисто исследование которое было проведено в Красноярском праве значит взяли большую группу педагогов там было просто несколько тысяч человек попытались их посмотреть причем смотрели с точки зрения собственно говоря их удовлетворенности профессиональной деятельности то как к ним относятся те кто соответственно там они учат в конечном счете оценка их коллегами их профессиональной деятельности и смотрели их личную жизнь и мы очень условно конечно говоря позерили на две группы да у одних вроде бы было все остальное хорошо а у других оказалась ситуация жуткая потому что их бросали в бужья они не могли никак построить личную жизнь у них были жуткие отношения я вообще могу сказать что как психолог который консультирует что более страшно в тех 10 педагогов нету потому что с наиболее серьезными страшным проблем в этом смысле идут почему побрести мы использовали разные разные методы но и решающим для нас был метод такой мы просили педагога поиграть педагогу я оказал что для очень значимую вещь что что с ними делать мы просто научили играть и по мере того как они научались играть педагогами я тоже в 15 лет влюбилась и мне было ни до какого недолучения а мне тоже мама когда-то говорила а я приходил еще что-то такое а оказывается этот ребенок он просто не понимает и совсем не для того задание вопроса что довести меня до инфаркта да вот эта ситуация очень значимая а второй пример совершенно замечательная новелла Сумерстана Макмайева театр там главная героиня Джулия Лаперт собственно говоря она все время сама себя моет она беседует с ума и так это пьеса такая-то ах такой-то героиня но наибольшая ситуация у нее появляется молодой любовник в которого она по-настоящему влюбляется этот молодой любовник предпочитает ей молодую девушку и она по ужасе и в это время ей дают играть пьесу где ее бросает молодой любовник и с ее точки зрения так хорошо как сейчас она не играла никогда и когда к ней приходит там режиссер, друзья, ее мужик говорит слушай что с тобой происходит так плохо как сейчас ты не играла никогда ситуация вот становится в этом плане развлечений вот этой профессиональной которая очень похожа нет возможности как про это говорить но очень похожа на игровую позицию и вот эти личностные позиции которые в конечном жизни вот здесь в ситуации следуются и дальше при помощи самых разных техник в том числе и театральных и личностных дюля придумывает как соответственно сделать таким образом чтобы она победила вот эту любовницу и ура у нее полный восторг там все восторги от того как она играла автор вообще не считает что он придумал так хотя она играет и вывернул пьесу суднооборот наизнанку потому что как она делает ей возвращается любовник которые говорят что это было заблуждение и все остальное и ей предлагается после этого вообще вот ее замечательного успеха разные вещи она не в ресторан и заказывает все блюда жареной картошки потому что кажется что личностная позиция вот в этом смысле который да вот которая должна все управлять а там ничего нет это вспоминать почему я даже не уверена на этом кончается к сожалению как будто что она вот это самое блюдо жареной картошки в конечном счете идиотно творится и мне кажется что вот эти вещи связанные с иглами позволяет говорить что игра может быть использована как некоторую единица который пуском должна обладать всем тем чем обладает целы для того чтобы понять вот особенности этой неплассической психологии или особенности культурно-исторической психологии и самое пожалуй последнее доказательство которое мне кажется тоже очень значимым это опять же вернемся к уготскому который говорит что даже с его точки зрения предметом психологической науки должно стать сознание что же это такое какое отношение здесь имеет играть если я уж отваживаюсь говорить что это единиц культурно-историческим психологии и вообще на самом деле много больше внутри периода с которым соглашаются абсолютно все когда происходит резкое изменение сознания это ваш школьный возраст когда оказывается что вообще ничего у школы не жулись учительница сказала это совершенно все замечательно это все правильно и дорогу мама сказала что что-то не так мама вообще никакой у меня есть учительница который сказал эксперимент уэра Александр Голубева который давал такие способы сказал что младшие школьники вот такие они выделяют только буквы и цифры в этом смысле абсолютно ничего не интересует второй возраст который есть это старший подростковый возраст когда вдруг вот у детей которые кривлялись которые вы на которые там я не знаю гузили которые протестовали все остальные вдруг появляется нечто взрослое отношение к окружающим может быть не ко всем но вот какой-то некоторых взрослые отношения и к окружающим миру и близким и наконец третий возраст это возраст юношеский возраст который очень часто попадает на студенческие годы когда начинаются различные родные профессиональные когда мы пытаемся наше обыденное отношение наши обыденные проблемы наши вещи лишить их там лишить с точки зрения психологии или то что вот я не знаю описано симптом студенты эти курсников студентов-медиков когда пытаются найти у себя или у знакомых там все те болезни которые в этом смысле проходят чем вроде вот эти периоды еще раз говорю их много больше но уже эти какие-то наиболее они четко описаны чем вот они получаются ну с одной стороны изменения в сознании а с другой стороны собственно говоря тем что посмотрите чего делает ребенок старшим дошкольного возраста и первоклассники даже сейчас 90 процентов первоклассников они дошкольники по своему сознанию они с удовольствием играют в школу да вот они как бы приходят они сажают мишу кукол бабушек младших сестер братьев кого есть они с удовольствием играют в подростки в младшем подростковой области они играют подростки по-идиотски по смешному пытаясь я не знаю взять с ней но по внешнему этим самым подражать но они все время играют во взрослых и пытаются в этом смысле ситуации чего делают вот эти самые юноши у которых становится и появляются в рубльске профессионального самозадания они играют в этой самой профессии когда пытаются у себя или в другом подойти все эти ситуации которые которые они проходят и который становится знакомым следующий пожалуй объясните это на самом деле посмотрите есть в любой игре есть пациент соответственно да я как пациент я просто играешь но для того чтобы управлять этими самые ярко пациенты и оказывается и это давно много есть всяких вещей что я играющий оказывает влияние на я пациента я пациент оказывает на я играющий это тоже лежит в основе пациент но посмотрите почему это терапии как популярные лет 15-20 назад стало уходить по двух причинам опять потому что плохо с игрой а вторым потому что я в игре не боюсь если на двух полюска как только игра кончается и это вы ко мне не подходите вы мне эту ситуацию не задавайте почему да а если мы ограничиваемся убираем вот этого самого верхнего субъекта которые есть обладаем все работа только на я играющий я пациент то эта ситуация оказывается в этом смысле будет довольно плачевный потому что еще раз говорю игра позволяет игра позволяет не бояться но для того чтобы я вышла из игры должно быть изменение большого я личностное на то же конечно чете таким образом получается чем хочется не кончить двумя вещами первое не представляется что там психологии который предложил бы воскресенье больше похожи на искусство и в этом смысле мне очень нравятся слова данина борисовикой на говорит что вот этот проектирующий метод он позволяет на психологии трансформироваться из науки выявляющий фиксирующий наличные свойства изучаемого объекта в науку позволяющий устроить самого субъекта развития проектировать жизнь в том направлении какое она должна быть согласно законам психического развития она преодолевает старую психологию которая не знала проблем личности и делает исследование личности и личностного развития центральной проблемой психологической науки и следующее пожалуйста я пользуюсь случае хочу сказать что у нас в этом году проходит 19 международная конференция 19 чтение международное чтение памяти выводства в этом году они посвящены косметику выводства современных разных социальных практиков срок до 1 октября здесь вот собственно говоря там написано есть и адресов и сайт конференции и соответственно можно подать публикации и участие публикации в конференции бесплатно поэтому милости просим и там в частности если кому-то будет интересно я попытаюсь продемонстрировать вот тот самый театральный метод который в этой сусе строится откуда искусство почему когда ситуация театра который мы разрабатывали разрабатываем для детей начиная от дошкольного возраста качая кузов спасибо за внимание вопросы пожалуйста пожалуйста